Всем привет! Один из зрителей моего канала, посмотрев видео про изготовление PopLab Opera, предложил свой вариант изготовления, который мне очень понравился. Ну и сейчас я попробую его повторить, с небольшими конечно изменениями. Ссылочка на канал автора будет под видео в описании. Итак, для изготовления мне потребуется винная пробка, а вернее часть ее, где-то две трети мне пригодится, дробинка, ушная палочка, канцелярский нож, пара стопорков, крючок заглотыш, вертлюжок, шнур 0,15, лаки для покраски, дрель, ну и супер клей. Для начала из пробки делаем саму форму будущего PopLab Opera. Оставляем от пробки где-то две третьих, это примерно получилось 3 сантиметра. Размечаем отверстие, чтобы оно было примерно по центру. Далее канцелярским ножом делаем небольшое углубление и вставляем туда гвоздик. Вот что-то такое должно получиться. Шляпку гвоздика утапливаем в это углубление. Зажимаем все это дело в дрель, оттягиваем. Ну и теперь при помощи обычной наждачной шкурки можно приступать к формированию тела будущего PopLab Opera. Для удобства работы можно взять деревяшку и вот так вот сжать ее шкуркой. Вот уже что получилось. Теперь более мелкой шкуркой можно отшлифовать вот эту вот поверхность. Взял наждачку с более мелким зерном и продолжаю. Это уже считай пробочка отполирована. Таким же способом сейчас будем делать здесь вот выемку. Сперва более грубой наждачкой, ну и затем более мелкой наждачкой отполировать. Ну вот конечный результат. Тело PopLab Opera практически готово. Извлекаем гвоздь. Вот что получилось. Теперь в центр нужно вставить ушную палочку. Отрезаем ватку. Аккуратненько продеваем в отверстие по центру. Затем с помощью зажигалочки подплавляем один край и расплющиваем. После того как он уже затвердел, протягиваем его вот так вот до самого тельца PopLab Opera. С другой стороны отрезаем, оставляем примерно 2 миллиметра. Точно так же заплавляем. Теперь нужно вклеить грузик. Сжимаем его. Берем какой-нибудь сверлышко и где-то на одну треть делаем отверстие, чтобы туда потом его вклеить. Пробка обрабатывается очень легко, поэтому это не составит ни у кого никакого труда. Сделали отверстие. Туда вгоняем дробиночку. Теперь у нас PopLab Opera отбалансирован. После этого при помощи суперклея фиксируем грузик. Проливаем, берем вот эту вот стружку и засыпаем. Когда суперклей уже хорошо схватился, также при помощи обычной мелкой наждачной шкурки выравниваем. Теперь можно приступать к покраске. Цвета тут уже можете подбирать сами, какие кому нравятся, у кого на какие больше будет работать. Я буду использовать два красный и черный. Внутри прокрашу все черным. Внутренняя часть подсохла. Можно приступать к покраске PopLab Opera снаружи. Пока сохнет лак, сразу же сделал вот такой вот мотовильце для будущей снасти. Лак немного подсох. Сразу же поставил две точки в виде глазиков и вот такую спинку нарисовал. Это опять же по желанию. Но пока PopLab Opera сохнет, можно заняться уже собирать потихоньку под него снасть. Потребуется вот такой вот крючок-заглотыш. Честно скажу, номер я его не знаю. Получается ширина 4 миллиметра, длина 11. Надеваем на шнур стопорок. Сразу же объясню, почему шнура не леска. Шнур намного легче и при забросе у вас будет приманка медленнее тонуть, тем самым привлекая больше рыбу. То есть, если вы будете ловить, допустим, уклейку, она, как известно, водится в верхних слоях воды в теплых. Грубо говоря, от поверхности сантиметров 15 и то есть вот на этом этапе у вас будет очень медленно тонуть крючочек с наживкой и рыба будет его чаще и активнее атаковать. То есть, надеваем стопорок. Мой зритель рекомендовал еще одеть пару бусинок, бусинок нету, но зато есть вот кусочек крышной палочки. Отрежу, так, штучки три. И после стопорка также их одену. Вот что получилось. Теперь можно привязывать крючок. Узлом я вас не буду учить, тут уже у кого на что, скажем так, руки заточены. Я обычно вяжу узлом клинч. Чем мне понравился такой монтаж, именно скользящий пуплопоппер, тем, что теперь не возникнет проблем с длиной поводка. То есть, вы всегда его сможете сделать там хоть 10 сантиметров, хоть 50 сантиметров. То есть, это будет уже зависеть от тех условий ловли, в которых вы будете находиться. Дальше отмеряем метр, откусываем. Берем поплопоппер вот этой вот узкой частью, одеваем его в сторону стопорка и крючка. Затем берем еще один стопорок, надеваем его сверху. Вот когда уже все готово, поджимаем. При игре вот эти вот пластмасски будут так же, как написал подписчик, привлекать рыбу. Но я не знаю, надо будет попробовать, убрать их несложно. Плюс вот этой вот скользящей оснастки в том, что поводок можете сделать любой длины. С другой стороны шнура привязываем вертвежок, чтобы снасть не перекручивалась. Вяжу точно так же обычным узлом клинч. Все, снасть готова. На такую снасть должно клевать много разной рыбы, начиная от мелкой уклейки и заканчивая крупными карасями и красноперкой. Ну а теперь мне осталось только дождаться выезда на речку и испытать эту конструкцию. Я думаю, она будет вполне рабочей. Причем даже не сомневаюсь, потому что обычный поплопоппер, который я в том году делал, ловил довольно таки неплохо. А на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал, если кому-то интересно и понравилось. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.